Сегодня мы решили намолоть и налепить пельменцов. Очень захотелось, сделаем полтысячи штук. Я, конечно, шучу, но как думаешь, на сколько получится? Я не знаю, но могу вначале сказать изначально, что у нас сколько было. Значит, у нас 3 килограмма мяса чистого, плюс килограмм лука и чеснок 1 головка. 1 головка! Зато килограмм лука. Надо чеснока добавить. Перец, соль. Ну, если что, добавим в процессе, что называется, или в соус. В общем, сейчас всей семьей будем лепить. Вот этой книжке кулинарных рецептов супруга говорит сколько? Больше 25 лет. Говорит о замужестве. До замужества 100%, а у нас меньше в этом году 25 лет. Вот, девочки, берите на вооружение. Вот такая штука должна быть в каждом доме. У нас есть записи рецепта теста для пельменей. Вот чем она меня покорила. Итак. Вот, смотрите, даже насколько она старая. Тесто для пельменей. О, у меня еще был почерк неиспорченный. Да, школьный, школьный. Прямо школьный почерк. Это не почерк врача. Это не почерк. Прямо так и скажут. Врач бы так не написал, как это мне пишут постоянно. Вот такие же листочки такие желтые, склеенные скотчем. Да. Что делится, что делится. Айцо. Соль по вкусу. Стакан воды. А сколько муки? Полстакана. Два стакана воды. Ой, два стакана муки. Полстакана воды. Айцо. Одно яйцо. Тридцать четверти чайной ложки соли. И одна столовая ложка подсолнечного масла. Это тесто для пельменев. Ну пельмени, пельмени. Это специально. А то будет пункт. Пункт. Главное, я был главный заочинщик этой темы. Движухи. Я сказал. А давайте-ка слепим полтысячи кельминцов. Да. Ну, конечно. Не страшно. Мне тоже хватит, честно говоря. Будем постараться. Ну чего? Сколько сказал пельменей? 145 пельменей. 145. Сейчас я достану. Если хотите, давайте по 50. Я буду ставить. Так, 145, да? Да. 145. А кастрюли-то и не убыло нифига. Помните фотографию-то? Была... Ну... Целая? Целая, даже без горки. Ну, без горки даже. А потратили одну треть только. Так что нам еще делать и делать. Ну и пельмеши такие? Мы просматриваем. Да-да. Серьезнотец. Ну и пельмеши здесь прям такие... Не детские. Не детские. Это микро-чебуреки, как мы выяснили. Сейчас мы будем готовить ужин. Да, в процессе будем прям есть их, походу. Не знаю, сколько их тут штук варится. Но, в общем, вот так вот. Такая технология. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что пельмени мы варим без заморозки. То есть мы их подаваривательно не заморозили. А сами знаете, что когда пельмени разморожены, они имеют тенденцию, что делать? Слипаться. Поэтому, когда кидаешь их сам замороженный, они быстренько так обвариваются чуть-чуть и уже не слипаются. Но если, конечно, долго щелкается, она слипается. И в сковороде чем это хорошо? Потому что в сковороде гораздо проще сделать так, чтобы они не слиплись. Только надо так опускать потихонечку. Вот они тогда не слипаются. В каждую пельмешку кладем нашу молочку. Потихонечку спускаем ее. На части дырочки чуть-чуть обваривается и туда. И вот они все теперь сшевелятся. Главное еще, если снимать неудобно одну руку, что они не выскакивают про такую технологию. То есть через ягоду. Как бы сильно не кипело. Вот она, красота-то! Рыба моей мечты! Красота-то-то! Надо с очень порцией, но немножко побольше водички надо. Я чуть не допустил момент, когда они могли привыкнуть даже. Они не привыкли, все нормально, и стало все хорошо. Но он был на грани. Это вот мы специально пельмени выбрали самые такие, которые разваливающиеся получались. Тут не хватало муки, поэтому у них трехлосные бочки чуть-чуть так это надорваны, это не то, что они в процессе срывались. Видите, какие-то прямо, прямо как эти манты или как-то там или хинкали по размеру. Хороший. Хороший, королевский, хинксайз. Еще одну еще себе лучше вот эту, правильно? Вы без меня смотрели? Ой, сколько перца, надо стряхивать тут. Люблю я перчик. Придется им полюбить тоже. Ничего не поделаешь. Ну, как вам? Вид? Отличный. Кажется, можно уже без соуса сразу. Малдежь, девочки. Но мы еще намажем. Ну, в одном из фильмов было сказано, что у нас пельмени без водки едят только собаки. Когда я подумал так, водку я не хочу, она невкусная, хуже водки лучше нет. Я как-то, не знаю, я вот вообще алкоголь-то особо не пью. И тут вот я про что-то про пиво подумал, а я в магазине когда покупал кое-что, увидел пиво, это написано из Европы. Я смотрел пиво и начал его покупать. Смотрю, бельгийское пиво, голландское пиво. Мне что-то, ну, уже слюна пошла. Я представил, что мы пельмени налепим. Я открою, наверное, такой, баночкой, такой звук, только очень хороший микрофон, когда слышно, такой, и прям педа хлопается. И потом берешь так бокал, берешь пельмешку. Это я представлял, я уже представлял, когда мне было хорошо, а сейчас-то как будет. И вот я думал, я так возьму пельменица, заживца. И так вот. И вот закреплен. И открываю пивко, наливаю в стакан, скрываю глаза. Сейчас мне будет легко. И состояние практически оргазмическое. Да.